Война за независимость Техаса или Техасская революция 1835-1836 Война между Мексикой и Техасом, итогом которой стало превращение Техаса в независимую республику. Причины войны В 1825 году законодательные собрания штатов Кауила и Техас издали закон, обеспечивавший поселенцам США возможность получения земельных наделов по низкой цене. Причем платежи производились в рассрочку, а также предоставлялось освобождение от налогов на срок 10 лет. Число колонистов быстро увеличивалось и к середине 1830-х годов в Техасе проживало уже более 30 тысяч американцев. При этом собственно мексиканское население составляло 7800 человек. Но в 1829 году при президенте Висенте Геррера в Мексике был принят закон, отменяющий рабство негров, бывшей нормой среди американских переселенцев. На 1836 год в Техасе было 5000 негров-рабов. Кроме того, в 1830 году мексиканский конгресс запретил эмиграцию из США в пограничные с ними штаты Мексики. Эта политика мексиканского правительства вызывала недовольство среди жителей Техаса и послужила поводом к войне за независимость начала войны. 2 октября 1835 года произошло столкновение 150 техасцев под командованием Джона Генри Мура с отрядом мексиканской кавалерии близ города Гонзалес, что привело к началу военных действий. Поначалу у техасцев не было регулярной армии и их отряды состояли исключительно из добровольцев. Более серьезное столкновение произошло 28 октября 1835 года в битве при Консепсионе, в которой приняло участие 90 техасцев под командованием Стивена Остиной 450 мексиканцев, которых возглавлял полковник Доминго Угартеча. Техасцы отбили атаки превосходящих сил мексиканцев, причем убит был только один техасец – Ричард Эндрюс, а мексиканцы потеряли от 14 до 76 человек убитыми. 12 октября отряд Стивена Остин осадил мексиканский город Сан-Антонио-де-Бихар, который обороняли 1200 солдат мексиканской армии под командой КОСА. Через некоторое время Остин отбыл в США, чтобы заручиться их поддержкой осаду возглавил генерал Эдвард Берлисон, который предпринял несколько успешных атак на город. 11 декабря мексиканский гарнизон, страдавший от нехватки провизии, капитулировал мексиканская артиллерия и большая часть ручного оружия досталась техасцам. 9 октября техасцы захватили небольшой город Галят, где 10 декабря была провозглашена Декларация независимости Техаса. Одной из причин ранних побед техасских повстанцев было использование ими охотничьих ружей, которые стреляли по отдаленным целям намного эффективнее, чем устаревшие мексиканские мушкеты Браунбисес. Наступление мексиканской армии В ответ на победы техасских поселенцев были посланы мексиканские войска численностью 6000 человек, которыми командовал лично мексиканский диктатор генерал Сан-Анна. 23 февраля 1836 года армия Санта-Анны начала осаду крепости Алама в Сан-Антонио, которую обороняло от 183 до 250 техасцев под командованием Уильяма Трейлиса Джима Болы. 26 февраля на помощь защитникам Алама из Голиада выдвинулся американский отряд под командованием полковника Джеймса Фейнина, состоящий из 320 человек и 4 орудий, но 28 февраля Фейнин повернул назад, ссылаясь на нехватку провианта и необходимость защищать гляд. 6 марта в 5 часов 30 минут начался штурм Алама, ставший самым известным сражением войны. Все защитники Алама были убиты. Мексиканцы потеряли от 70 до 200 человек убитыми и от 300 до 400 ранеными. Среди находившихся в Аламе мексиканцы оставили в живых только 16 человек. Также есть версия, что среди выживших был Дэвид Крокет. После взятия крепости казненной по приказу Сан-Анны, другая победа была одержана мексиканским генералом Хосе де Уриа над техасцами, которыми руководили Джеймс Грант, Фрэнк Джонсон и Роберт Моррис, намеревавшийся напасть на мексиканский город Матаморос. 27 февраля Уриа, выступив из Матамороса, внезапно напал на отряд Джонсона. Убив 20 человек и взяв в плен, 32 Джонсон и 4 других техасца были взяты в плен, но затем смогли избежать и соединиться с армией Джеймса Фэйнина. Вслед за этим 2 марта у Агуадульси мексиканцы внезапно атаковали отряд Гранта и Морриса, убив самих Гранта и Морриса и 12 других техасцев. Остальные попали в плен и были отправлены в Матаморос. 2 марта 1836 года в Вашингтоне Бразесе, на собрании представителей американских переселенцев была подписана Декларация о независимости Техаса от Мексики. От 19 до 20 марта 1836 года генерал Уриа одержал победу над техасцами Фэйнина в бою у Калета. Несмотря на большие потери мексиканцев, техасцы были вынуждены сдаться в плен и были отправлены в Голиат, где 27 марта все они были казнены по приказу Санта-Анны и победа техасцев. Поражение вдохновили техасцев на создание регулярной армии, которую возглавил Сэм Хьюстон. 21 апреля 1836 года произошло решающее сражение между техасской и мексиканской армиями у Сан-Хасинта. Мексиканцами командовал непосредственно генерал Санта-Анна. Большинство техасских офицеров на совещании утром решило обороняться и ждать нападения армии Санта-Анны. Но Сэм Хьюстон настоял на том, чтобы первыми напасть на мексиканцев, и получил одобрение своего плана у техасского военного министра Томаса Джефферсона Роска. Стараясь двигаться быстро и бесшумно, около 800 техасских солдат подошли к лагерю мексиканской армии и внезапно атаковали его с криками «Помни Алама» и «Помни Галиад». Мексиканцы были застегнуты врасплох и плохо подготовлены для ближнего боя, что привело их к быстрому поражению. Мексиканский генерал Мануэль Фернандес Кастрелён погиб, пытаясь организовать своих людей для обороны против техасцев. Большая часть мексиканцев начала сдаваться в плен. Вскоре остатки мексиканской армии, 400 человек под командованием генерала Хуана Альмонте, капитулировали. Общим итогом битвы, длившейся всего 18 минут, был полный разгром мексиканцев. Санта Анна скрылся, но вскоре был обнаружен и взят в плен. Генерал Весенти Фелесолог, командующий той частью мексиканской армии, которая не участвовала в сражении у Сан-Хасинта, отдал приказ вернуться в Мехико, несмотря на протесты у Рио, который считал, что поражение потерпел только Санта Анна, но не Мексика, и что надо продолжать войну. Веласкские договоры. 14 мая 1836 года официальные представители Техаса и генерал Санта Анна подписали договор о независимости в городе Веласка. Договор предусматривал прекращение боевых действий, передислокацию мексиканских войск южнее Лио-Гранди, возвращение Мексикой захваченного имущества и обмен военнопленными. В обмен на это Санта Анна получал возможность вернуться в Мексику, как только он сочтет это подходящим, однако правительство Мексики не ратифицировало договор, оставляя вопрос о независимости Техаса открытым. Состояние войны между Техасом и Мексикой продолжались вплоть до его аннексии США 29 декабря 1845 года в культуре, в кинематографе сериала «Восстание Техаса. Русск».